Доброе утро, дорогие друзья! Воскресенье. Воскресенье у нас по традиции время Майсы. Майсы, конечно, связанное с изучением Тора, недельная глава Биар. Знаете, эту историю когда-то рассказывал, но она сегодня очень подходит нам. Она была много-много лет назад, был один нищий человек. У него было семь детей и нет денег. И вот он нанялся к рабу врача одного побелить стену. Знаете, что такое крах? Вздыхать. Врач потом говорит, ну что с тобой? Что у тебя такое за несчастье такое большое? Тут ему говорит, ты понимаешь, вот так и так перебиваюсь. Что завтра будет самое главное, не знаю и думаю каждый день. Доктор, это знаете, я вам полагу. И он подошел, вытащил такую коробочку, говорит, открыл, там был такой кусок золота большой. Он говорит, смотри, этот кусок золота мне дал отец на случай, чтобы если что-то будет со мной поддержать меня и мою семью. Она была всегда у меня, но я никогда не воспользовался. Вот сейчас у меня нормальное состояние, дети все уже семь имеют. Вот тебе этот кусок золота и давай живи. Ну, абсолютно счастливый человек, прибегает домой, показал жене, сели они. Они решили, что ну все закончилось, теперь давай этим золотом воспользуемся только в самом крайнем случае, если уже совсем будет плохо. Спрятали свое неожиданное сокровище и уже совсем иначе пошло мир. С этого дня беспокойство оставило их дома. Ничего не поменялось, но беспокойства не было. На лице появилась улыбка. Они начали, там как-то люди видят, что они более открытые. Когда человек улыбается, к нему начинают тянуться. Как кто-то пошел уже, кто-то нанял его, пошла работа, жена начала овощи собирать. Немножко потихонечку, потихонечку в доме появился достаток. И вот уже дети растут, там все, что есть. Они не нарадуются тому, что с ними происходит. Прошли годы. И вот как-то к ним в дом зашел нищий и попросил милостыню. И они ему пригласили его покушать, в разговоре начали рассказывать, рассказывать. И хозяин говорит, ты знаешь, я уже пожилой человек, у нас все, что есть, все в доме есть, дети все уже, все. Знаешь что, возьми этот кусок золота и теперь ты с ним живи. Он вытащил, говорит ему, а нищий этот был когда-то металлургом, да? Он говорит, это не золото, он потер, говорит, это медь. Хозяин не верит, схватил кусок, начал тереть, тереть, тереть. Видят они, да, и там еще надпись такая, начинают читать. Написано, несчастье бедняка происходит не из-за того, что ему не хватает средств в настоящее время. К этому приводит страх перед будущим. Если человек будет уверен, что все будет хорошо, если его надежда на Бога будет усилена, да? Бог, безусловно, ему поможет. Так было написано на этом слитке. И вот нищий, который разбирался в металлах, он поблагодарил хозяев, сказал, что вы знаете, то, чему я у вас научился, важнее, чем даже золото и ушел. И чтобы конец нашей сказки, да? Этот пример показывает, что когда человек верит и надеется на Бога, он никогда не будет в проигрыше. И вот, но только для уверенности должна быть вот какая-то такая, знаете, настоящая вера. Вот не наигранная. Наигранная не помогает. Это не совсем простая вещь. Немногие могут ей похвастаться, но если мы сумеем дойти до нее, научить, разбудить ее в себе, то поменяется абсолютно все. Написано, что Бог управляет этим миром. И каждому человеку он дает то, что нужно ему в этот момент. Да, нам всем хочется больше, но Бог знает, что, не знаете, как маленький ребенок, 10 конфет, еще одну конфетку, да еще. И плачет, ему не дают конфетку. Но папа знает, что зубы будут болеть. Поэтому у мира есть хозяин, у мира есть отец. И он лучше знает, что нужно для его детей. И вот если получать удовольствие от этого, если верить, что то, что он дал, самое лучшее, самое правильное для нас, вот это и есть действительно, наверное, покой и счастье. Браха вацлаха. Этого нам, наверное, не хватает. Хорошей недели. Субтитры сделал DimaTorzok